САЙТАМА, ИТС А ГОД Что ты говоришь? Привет, друзья! Прежде всего смотреть этот видео, пожалуйста, включайте субтитры. Ссылка на его канал будет в описании, как и ссылка на мой Бусти. Окей, всем привет, друзья! С вами Аниманга, и сейчас я поделюсь с вами своей безумной теорией о том, что Сайтама — это бог в аниме One Punch Man. Мы с вами уже знаем, что в аниме One Punch Man есть бог монстров, который не раз уже появлялся в манге. Но если есть бог монстров, то наверняка должна быть противоположность ему. В моей теории именно эта противоположная сила и стала покровителем Сайтамы. Назовем эту силу богом героев. Из чего я сделал эти выводы? Вернемся в первый сезон аниме, где Сайтама встретил Крабланта. Это был первый монстр, с которым он сразился. Ничего тут удивительного, на первый взгляд. Но именно в этот момент Сайтама и решает стать героем, который будет убивать всех монстров одним ударом. Несмотря на отсутствие физической подготовки, Сайтама смогу делать первого же монстра на своем пути. Нам показывают, как глаза Сайтамы загораются. Я думаю, что именно тогда бог героев наделил его силой. Но он не сделал это как бог монстров, который дает силу каждому, кто хочет стать злодеем. Сайтаме пришлось на протяжении трех лет работать над собой и стать по-настоящему достойным этой силы. Итак, переносимся на экзамен героев. Сайтама и Геннесс проверяют свои результаты. Геннесс попадает в С-класс, а Сайтама в С-класс. Но возникает вопрос, почему это произошло? Нам показывают диалог члена организации и героя А-класса Снэка. Снэк высказывает свое возмущение по поводу того, что его не узнали. И говорит о том, что они по-любому вылетят. Но этот очкарик отвечает ему, что это далеко не так. И что они уже прошли. Геннесс первый, кому же сразу присвоили С-класс. И он уже вышел с накопорангу. А Сайтама завалил письменный экзамен. Но несмотря на это, поставил новые рекорды Ассоциации физической подготовки. Будто сам бог вселился в его тело. Это были слова члена Геройской Ассоциации. Но несмотря на это, его отправили в самый низкий С-класс. Это приводит к выводу, что Ассоциация знает про силу Сайтамы. И намеренно скрывает это ото всех. Также, они скрывают то, чем занимается Бласт. Но мы-то с вами знаем, что он со своей командой защищает вселенную от темной силы бога монстров. Но неужели Бласт и его команда не знают о существовании бога героев? Возможно, знают. И это бог наделил их способностью телепортироваться, а также запечатывать бога монстров. А еще, возможно, что они вообще не связаны. Но одно мы знаем точно. Сайтама ничего не подозревает о боге героев. Он искренне уверен, что эта сила – результат усердных тренировок. Он ни разу об этом говорил. Но никто не может в это поверить. Потому что очевидно, что это невозможно. Но почему бог героев не наделил силой Бласта или кого-то из защитников вселенной? Это то же самое, что и с молотом Тора. Который не смогли поднять Мстители из Марвел, в отличие от самого Тора и Кэпа, оказавшегося достойным молота. Хотя там все сильные и тоже были на стороне добра. Вот в чем причина того, что бог наделил силой Сайтаму, а не всех остальных героев. Он был достойен этой силы. Так в чем смысл всей этой моей теории? Я уверен, что нам еще не показали полную силу Сайтамы. Но скоро нам ее покажут. Потому что в последней главе появился бог монстров, который выбирается из своего измерения и наделяет силой Гарроу. У Сайтамы наконец-то появился достойный противник. Моя теория заключается в том, что в мире One Punch Man есть два божества. Бог героев, который на светлой стороне. И бог монстров, который на темной стороне. Их противостояние происходит не напрямую. Они наделяют кого-то силой и используют словно пешки. Что мы и видим в последних главах манги Мураты. Сайтама, наделенной силой бога героев, противостоит Гарроу, наделенного силой бога монстров. Что нам и показывали в последней главе. Кстати, если хотите посмотреть озвучку этой главы со звуковыми эффектами и крутым музыкальным сопровождением. Нажмите на подсказку. Да, возможно кому-то это покажется бредом. И я не сомневаюсь, что будут люди, которые напишут. Мол, Сайтама сам стал таким сильным, сломав лимитер. Я этого не отрицаю. Я просто подумал, а что если так? Ведь это возможно. И это просто моя теория. Обязательно напишите свое мнение. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok